В прошлом видео мы с вами познакомились с простым конструктором сайтов прямо из панели хостинга, бесплатный конструктор. Давайте в этом видео продолжим изучать данный конструктор. Меня зовут Федор Васильев и поехали! Итак, в прошлом видео мы с вами первый экран настроили, разобрались, что здесь к чему. Давайте посмотрим в режиме просмотра. То есть первый экран, шапку мы отредактировали в данном шаблоне. У нас остается редактировать второй блок под себя, третий контакты, ну и подвал. Так сказать, шапка подвала, да? Здесь копирайты свои повесим. И останется проверить, как настраивать здесь декст-стоп. Вы можете это видеть, да? То есть для планшета, разные развороты планшета, чтобы отображался сайт красиво, и смартфон, телефон. Ну и, соответственно, надо будет разобраться, как опубликовать данный сайт, то есть чтобы он уже был на домене. Итак, давайте займемся вторым блоком, чтобы второй блок отредактировать. Здесь в режиме редактирования нажимаем вот на эту внизу синюю стрелочку. Появляется у нас второй экран. Здесь особо я не буду сильно останавливаться, потому что здесь вы уже сможете настроить его по аналогии первого экрана, да? То есть правой кнопкой мыши вы кликаете где-нибудь здесь. Вот здесь выбраны, вы видите, услуги. Соответственно, если этот блок залит цветом, а как правило, если первый экран у нас картинка, то второй блок заливается цветом. В любом случае зеленый мне не нравится. Я возьму, наверное, какой-нибудь синий. Здесь абсолютно уже вы сами решаете, какой цвет у вас будет. Или заливаете картинкой. Нажимаю применить, пускай будет такой. Соответственно, текст поменять вы уже сможете. Можете просто двойным щелчком левой кнопкой мыши кликнуть сюда, выделяете все, меняете текст на свой. Соответственно, сбоку картиночку тоже меняете на свою. Ну, просто не вижу смысла повторяться, да? Так как вы первый экран вместе со мной настроили, вы сможете настроить это тоже без меня. Заменяйте картинку на свою. Вот я возьму волка. Пропорции здесь не совпадают, да? Сразу идем. Сбросить. Применить. За этот маркирочек убавляем. Вот такого вида. Давайте просмотрим. Вот темный такой экран. Да, но еще у нас остается здесь очень много элементов. Скорее всего, в один урок также не получится здесь вложиться, да? То есть будем еще разбирать какие-то кнопки здесь, допиливать. Вот эти все многочисленные кнопки мы с вами не разобрали. Единственное, что мы, наверное, пока не будем разбирать, это вот магазин, потому что здесь отдельные, наверное, будут уроки. Именно здесь можно развернуть и магазин с корзиной и так далее. Но для этого можно выбрать отдельный готовый шаблон. Здесь тоже есть такие шаблоны уже с магазином. Их будет проще настроить. Соответственно, нижний текст также меняете на свой. Не забывайте сохранять черновик, когда все сделали. И так, вот вы видите, да, что у нас, в принципе, второй блок настроен. Вот с третьим блоком давайте поработаем. Здесь посмотрим, как внедряется карта от Яндекса. Кликаем вот на эту стрелочку, чтобы перейти к редактированию третьего блока. Во-первых, контакты здесь. Если вам этот блок нужен, редактируйте. Или можете удалить его вообще. Здесь, что мне не нравится, здесь почему-то переносится телефон на вторую строчку. Но это смотрится некрасиво в данном случае. Поэтому я бы, наверное, вот так сделал. Соответственно, телефон здесь меняется на свой. Просто прописывайте свою почту на свою. И, соответственно, здесь я что еще бы сделал? Так, давайте зайдем сюда. Свойства. Отступы делаем 10 пикселей слева обязательно. Сохранить. Зайду на второй блок. Вот здесь вот тоже надо было так сделать. Десятка пикселей слева. И если у этого текста тоже. Надо сделать 10 пикселей. Так, здесь с картой давайте теперь разбираться. Заходим по карандашу. Свойства. Если мы с вами посмотрим вот сюда в подсказку, то нам говорят, что нужно взять ключ IP. И ссылка, видим, что Google. Но если мы используем для России, я бы сайт, да? То есть я бы хотел использовать карту от Яндекса. Соответственно, мне не хочу использовать от Google, да? Поэтому удаляем данную карту. И вот здесь вот, видите, есть иконка карта Яндекс.Карта. Зацепляем левой кнопкой мыши, переносим в данную область. Соответственно, вот за нижний край я могу вот так растянуть. Например, вот так, в такого вида, да, я хочу использовать карту. И, соответственно, также в настройках свойства. Здесь уже гораздо проще. Не надо никакой ключ. Здесь нужно прописать координаты или адрес. Ну, давайте попробуем удалить координаты. Пишу город свой. Пишу Ульяновск. Нажимаю Enter. И обратите внимание, карта с Центруйца. Видите, написано Ульяновск. Теперь офис. Пишу адрес дома. Ну, в данном поиске не очень он так находит, дом, да. Смотрите, вот здесь есть ссылка. Кликайте по ней. Открывается Яндекс именно в отдельной вкладке браузера. Вот здесь вот поиск будет работать как надо. Пишите. Ульяновск. Можете прямо здесь написать дом. У меня уже подсвечивается. Вот я выбираю. Вот он уже есть. То есть Новосандетский бульвар. Что мы делаем? Вот здесь слева, видите, координаты уже есть. Именно этого офиса, скажем так. Я просто левой кнопкой мыши один раз кликаю. Написано скопировано. Мы уже скопировали. Можете закрывать эту вкладку. Координаты вставляем здесь. Нажимаем Enter. Все. Вот он, дом найден. По плюсику можно посмотреть. 16-й. Вижу, что Новосандетский. Здесь также можно задать зум. Изначально как, насколько это будет увеличено. Дальше схема. Спутник. То есть отображение, как вам больше нравится, чтобы выглядело. Дальше здесь свойства. Можно сделать на полную ширину экрана. Применить. То есть это будет карта видеть. Давайте посмотрим. Сразу в режиме редактирования. То есть вот так вот, видите, она как бы растягивается. Сразу с маркером. На мой офис показывает. Здесь уже смотрите, как вам больше нравится. Заходим опять в свойства. Я убираю. В принципе без разницы. Ширину, высоту карты можно здесь задать. Отступ сверху. Отступ слева. То есть вот они настройки карты. По идее. Например, вот снизу я хочу убрать 50% отступа. Вот. Чтобы прилипала, так сказать, карта к низу. То есть вот так вот, да. Ну, если она к низу прилипает, именно к подвалу, да. Можно, наверное, все-таки сделать ее, чтобы она была. Эта карта наша с вами во всю ширину браузера. Давайте так и оставим. Вот так вот, да. Ну, соответственно, телефон, почта, понятно, как-то здесь не так смотрится. Может быть, как-то симпатично можно этот блок оформить. Более интересно, да. Давайте зайдем в карандаш. Сделаем ширину поменьше. Сделаем, например, по центру, да. Выделю все. Здесь тоже по центру. Так, давайте посмотрим, как это будет выглядеть здесь. То есть вот это уже поинтереснее как-то, да, если мы хотим здесь отображать телефон, почта. Здесь, конечно, надо писать у каждого блока заголовок. То есть вот это у нас первого уровня, да. Мы еще с вами о SEO не говорили. Здесь обязательно какой-то заголовок тоже надо написать второго уровня, H2. Будем считать, что вот это вот как раз он и есть. Ну, в контактах здесь обычно контакты пишут слово. Здесь уже, я думаю, разберетесь. Смотрите, что бы я здесь сделал еще, вот именно под телефон и под почту, да. То есть, во-первых, все-таки, наверное, вот так. Давайте посмотрим, вот здесь есть такие фигуры. Если я перетащу фигуру сюда. Сделаю, скажем, вот такой размер. Зайду в эту фигуру в свойства. Разберем этот элемент. Смотрите, цвет сразу давайте. То есть я хочу, например, как-то подложку сделать под телефон ML, да. Применить. Здесь непрозрачность фигуры. Рамку можно задать, да. Соответственно, рамка пускай будет 0. Закругленные углы у фигуры хотите оставлять, хотите нет. 10 стоит по умолчанию. Можно убрать на 0, да. Задать даже изображение, если надо. Вот эти все опции, это все для изображения. Изображение не используем, поэтому здесь оставляем без изменения. Дальше свойства. Также на всю ширину можно сделать отступы и так далее. Применить. И что получается? То есть если мы сделаем предпросмотр, у нас накладывается вот этот прямоугольник, да, поверх. Здесь есть такой, видите, порядок на задний план. Вот, и что получается? Давайте посмотрим. Вот видите, как получается. Такую интересную подложку задали для телефона. Только смотрите, чтобы это все читалось. Я еще раз повторяю, что я не готовился. Нет у меня каких-то цветовой гаммы здесь. То есть видно, что подложка слишком светлая для такого текста. Вот это не читается, это считается, да. То есть здесь надо продумать цвета. Читаться должно очень отчетливо. Также хотелось вам показать, как ставить социальные элементы на наш сайт. Вот здесь вот есть соцэлементы. Например, есть ВК, самые популярные, да, одноклассники, все есть. Просто левой кнопкой мыши зацепляем ВК, перетаскиваем. Например, вот на карту я хочу повесить сверху виджет своей группы ВКонтакте, да. Можно также повесить и одноклассники, если есть. То есть вот так вот, например, примерно это было бы у вас на сайте. Давайте посмотрим. То есть прямо на карте, мне кажется. Ну, подвину только в сторону их, может быть. Ну вот, например, ВК я бы оставил в одноклассниках. У меня нет никаких групп, а вот ВК можно сделать. Давайте я вам покажу, как это все редактируется. Это я удалю. То есть, смотрите, заходите в свойства. Здесь нужно прописать ID. Вот здесь вот наводите мышь на вопросик. Сразу можете перейти вот по этой ссылочке. Кликаем, попадаем на страницу ВК, да. Здесь нужно прописать адрес вашей группы. То есть вот моя группа. Я копирую адрес группы. Проставляю ее вот в этой области. Она также оттуда отображается, да. И вот в этом коде нам нужно найти ID. Вот он, ID. У вас будет свой, конечно, уникальный. Вы также прямо отсюда можете из кода скопировать вот этот ID. Перейти в редактор. Вот здесь вот проставить данный код. Цвет фона можно выбрать под цвет вашего шаблона. Также цвет текста меняется на свой цвет кнопки. Смотрите, применить. Вот вы видите, отображается уже в виджете моя группа и мои подписчики. И, соответственно, это все очень смотрится интересно. Здесь, да. Я бы прямо на карте вот так вот и оставил. И, соответственно, можно, смотрите, только новости отображать. Видите, как меняется. То есть после применения настроек мы можем видеть отображение только названия. То есть вот вы подписаны, да. А если бы не были подписаны, была бы кнопка подписаться. То есть вот такой виджет можно сделать социальный на сайте. Я так и сохраню. Подвал сайта, низ сайта, вот эта нижняя подложка, да. У нас там, мне даже это нравится, просвечивает та картинка, которая у нас зафиксирована вот здесь вот, да. Она там проглядывает. Это интересно. Копирайты можно прописать свои. Логотип хостинга можно оставить, можно поменять. Логотип тоже. Смотрите. Вот здесь вот видите, да. Карандашик. Заходим. Свойства. Вставляем свой логотип. Ссылка на логотип. Соответственно, здесь хостинг. Тот, который мы с вами используем, да. Раз они возможность дают такую поменять, можете поменять здесь адрес на свой. Применить. Давайте посмотрим. Логотип здесь наш. Единственное, я подниму его чуть выше. Соответственно, ссылка или копирайта здесь кликаем. Меняем здесь веб-адрес на свой. Если нужно, адрес почты. Ну, а если редактировать текст, то есть значок копирайта. И вот еще момент. Также слева 10 пикселей я бы сделал, да. Отступ немножко. Соответственно, просто выделяете. Вот так вот. И пишите что-то свое, да. И у нас, видите, демо-сайт. Здесь копирайты поменены. Так, подвал сделали. Копирайты, логотип. Давайте поговорим о главных настройках. Начнем, наверное, сверху. SEO. Смотрите, выбирайте здесь по умолчанию для всех страниц. Если у вас лендоз, как у меня. То есть, если у вас прокручивающиеся вот эти вот пункты меню, то есть у вас получается одна страница. Значит, для одной страницы одно будет SEO. Если у вас внутренние страницы, то там, в зависимости от того, что за страница галереи, соответственно, для галереи, возможно, другие SEO-данные. Что за SEO-данные для тех, кто не в курсе? Это некий заголовок описания вашему сайту, который, по сути, на сайте не фигурирует визуально. На сайте человек их не увидит. То есть, вот этот заголовок описания и ключевые слова. Это для поисковых машин. Пустыми эти поля оставлять нельзя, иначе сайт ваш вовсе индексироваться не будет наряду с вашими конкурентами. Поэтому вот здесь, в этих опциях, название. Вот здесь вы можете посмотреть. Описание здесь тоже подсказывается. И, соответственно, вот эти данные, они как бы должны на сайте фигурировать. Заголовок вашего сайта, то есть прямо на сайте. Имеется в виду, когда мы с вами... Давайте посмотрим. Главное. Пишем вот здесь вот школу Федора Васильева, да. Скажем, я бы это взял как за title, именно для SEO. Соответственно, вот сюда идем. Вот, например, сюда бы я вставил школу Федора Васильева. Соответственно, описание, короткое описание, два-три предложения вставляйте здесь. Ключевые слова необязательны. Или ключевые словосочетания, или через запятую можете прописать. То есть, например, если я обучаю по Joomla WordPress, значит, у меня будут такие ключевые слова. Уроки Joomla, запятая, уроки WordPress и так далее. И изображение для Open Graph. Ну, я бы вставил свой логотип. Это также может отображаться в выдаче поиска Яндекса и Гугла. Тоже обязательно проставляйте. Также здесь есть дополнительное. Аналитик. Если вы ярый фанат Google Analytics, то вы уже там зарегистрированы. И вы знаете, где получить ID. И вставить ID-шник, чтобы следить за изменениями на сайте. То есть, кто зашел, кто вышел. Код Google Webmasters. Но я эти поля не заполняю. Соответственно, я тут не заполнил. Естественно, вы тут заполняете. Описание обязательно. Нажимаем применить. Дальше давайте пройдемся в фон. Фон мы с вами рассматривали. Идем в стили. Общие стили для сайта. То есть, вот здесь вот вы видите Page Title. То есть, это заголовок страницы. Изначально видим, что у нас даже не Eril. Выбираем сразу размер, высота, межбуквенное расстояние, выравнивание, пример текста. Соответственно, Subtitle. Это подзаголовок. Тоже, если Eril, выбираем Eril для всего сайта. Заголовок Hate 1. Заголовок первого уровня. Тоже выставлен неправильно. Заголовок второго и третьего уровня. Eril вы видите. И, соответственно, для других параметров. Футер. Можете выставить. То есть, вам надо пройти по каждому варианту. И посмотреть, чтобы везде был Eril. Потом нажать применить. Дальше ссылки. Цвет ссылок. Это общие настройки. Можете задать. Или настраивайте ссылки индивидуально на странице. На ваше усмотрение. Также задать жирность, наклон, подчеркивание. Также на вкладке еще. Значит, глобальные отступы. Масштаб шрифта для различных устройств. Тоже можно задать глобально. Пока оставляем без изменений. Нажимаем применить. Далее обязательно фавиконка. Что такое фавиконка? Это маленькая иконочка в углу сайта. Вот здесь, например, я вам сейчас показываю. Здесь смотрим. Видите, поддерживаемые форматы. Это картинок PNG, JPEG, GIF и ICO. Браузер Internet Explorer, которым никто не пользуется. Поддерживает только ICO. Ну, в принципе, у меня есть ICO. А как получить формат ICO, если вы не знаете? Ну, это ваш логотип. Ваш логотип. Готовьте 16 на 16 пикселей на фотошопе. В формате PNG или JPEG. А потом идете в Яндекс и вбиваете, например, сервис Favicon. Или просто Favicon. По-русски прям пишите. Вам онлайн вылезут куча сервисов бесплатных. Там можно картинку JPEG или PNG переконвертировать в формат ICO. У меня ICO уже есть, поэтому я с компьютера выбираю. Вот у меня Favicon ICO так и называется. Выбираю. Вот она у нас выделена. Выбрать. Вот здесь, вы видите, она уже отображается. Применить. Дальше. Настройки. Глобальные настройки. Публикация сайта с принудителем HTTPS. Смотрите, мы будем публиковать сайт пока что на тестовом домене. Мы сейчас пока изучаем, учимся. Поэтому у меня домена нет на этом хостинге. А впоследствии вы при желании можете на этом хостинге зарегистрировать домен, тот, который вам нужен, и этот сайт разместить на данном домене, и уже будет HTTPS, если вы захотите. Ну, я настаиваю, конечно, вам рекомендую использовать это в наше время. Использовать ли косую черту в конце адреса. Вот здесь вот стоит галочка URL. Видите? Ставить или нет? Ну, пускай стоит. Дальше. Мета-информация. Мета-теги, которые будут добавлены в head часть сайта. То есть, вот видите, пример, как здесь и есть. Вот он так подсвечивается. Мета-нейм. Здесь, например, имя вашего сайта, вашего бренда. То есть, прямо вот так вот это прописать. И, между кавычек, название вашего бренда. Дальше. Скрипты. То есть, здесь, видите, все по-взрослому. Есть возможность вставлять скрипты в раздел head сайта и body. То есть, в раздел head вы позже сможете вставить код метрики. Яндекс.Метрика или любой другой, чтобы отслеживать посещаемость вашего сайта. И, если есть какой-то код, который нужно разместить в body, тоже есть такая возможность. С роботом здесь вопрос. То есть, его, по идее, надо включить и вот здесь прописать правила для роботса. Что такое роботс? Если вы не знаете, посмотрите в Википедии. Об этом уже были уроки. Просто для, например, Joomla я знаю, какой должен быть роботс, потому что я знаю структуру файлов и папок. Для данного хостинга я не знаю, насколько это актуально. Именно по роботс, я вам рекомендую задать вопрос в техподдержку именно этого хостинга. С вопросом, а вообще нужен для такого рода сайта, который собрали мы на хостинге, вообще роботс. То есть, что там можно открыть от индексации, что нужно открыть, что нужно закрыть и так далее. Я думаю, надо спросить у хостера. То есть, пока оставляем пустым. И дальше. Политика в отношении файлов куки. В связи с недавними изменениями в законе, вы, наверное, знаете, да, что мы обязаны показывать условия куки, что в куках сохраняются данные пользователей, то есть в куках браузера. Соответственно, здесь это можно оформить. Включить блок политики файлов куки. Если вы включаете, если вам это все-таки нужно, ставим галочку. Соответственно, сразу шрифт можно настроить под свой дизайн. То есть, если Arial мы с вами выбираем. Мы используем файл куки. То есть, здесь уже даже есть сообщение прописано. Если хотите, замените сообщение на свое. Или как-то дополнить его, сделать жирным, добавить ссылки. Это все можно здесь сделать. Также размер. Текст кнопки. Согласен. То есть, человек нажимает на кнопку «Согласен», что файл куки работает у вас. Дальше фон. Цвет. Ну, давайте посмотрим. Применить. Просмотр. Наверное, в предпросмотре мы это сейчас увидеть не сможем. Скорее всего. А, в принципе, вот внизу, да, вы действительно это можете видеть. В предпросмотре даже это работает. Видите, кнопка «Согласен». Мы используем файл куки. И собираем определенную личную информацию. То есть, согласны ли вы? Вот, согласны. И окно исчезает. То есть, у нас даже здесь в режиме редактирования мы можем настроить куки. То есть, это подложка темная, кнопка зеленая, цвет сообщения белый. Все цвета здесь настраиваются. Цвет текста, кнопки тоже. То есть, дизайн настраивается полностью. Вот такие вот глобальные настройки. Достаточно интересные. Практически все есть. Все, что нужно взрослому сайту. Далее опция. Видите, тут галочка стоит. Вот эта стрелка. Переключение. Другой блок. Показывать ее или нет в режиме редактирования. Показывать стоит. Дальше. Границы. Это вот эти вот границы. Если они вам не нужны. Отключайте. У меня они включены. Вот, видите, да, пунктирная рамочка такая. Ну и все, в принципе, весь экран и выйти. Давайте на этом уроке поставим паузу и продолжим с вами в следующем видео, где мы поговорим о том, как настроить мобильные макеты и как все-таки опубликовать сайт на домен. КОНЕЦ